Три. Магическое число этого концерта. Во всем кроется свое трио. Во-первых, идейное. Музыкальный коллектив как форма, как тембр и как ансамбль. Во-вторых, вместе с норвежским музыкантом сыграли три архангельских исполнителя. И, наконец, Ханс Кристиан Брайан, профессор Академии музыки в Осло, приехал в Архангельск в третий раз. Впервые его мечта побывать в России осуществилась в 2012 году, когда он выступил в нашем северном городе по приглашению пианистки Ольги Голдобиной. Мы познакомились в Норвегии, в городе Вардио, и очень сдружились. Мы просто играем и понимаем друг друга без слов. Такое единство встречается нечасто, поэтому я очень счастлив играть с ней. Мы дважды играли в Норвегии, потом она пригласила меня сыграть с ней в Архангельске. Благодаря этому ансамблю возможно играть вместе с флейтой, с солисткой, как сегодня. А в Норвегии это не принято. В Норвегии чаще ты отдельно играешь концерт кларнета, концерт флейты, концерт фортепиано. Моя задача в данном проекте была соединить таким образом, вот здесь, например, чтобы норвежский музыкант поиграл с нами русскую музыку, ему это очень интересно. А в Норвегии я играю норвежскую с ним, например. То есть такое взаимопроникновение и взаимообмен культуры одновременно происходит. Ханс Кристиан относится к одной из старейших музыкальных династий Норвегии. На концерте архангельская публика впервые познакомилась с творчеством его отца Эдварда Флифлета Брайана, известного норвежского композитора. Ольга Голдобина исполнила две пьесы для фортепиано, но это была не единственная премьера. Впервые под сводами кирхи прозвучало шесть романтических немецких песен для голоса кларнета и фортепиано. Они не оставили зрителя равнодушным. Легкость какая-то, восприятие. То есть разные концерты бывают по настроению, по восприятию. Где-то бывают трудности, все-таки воспринимается музыка, от композиторов тоже зависит. А здесь такая легкость, и слушаешь, и внимание все сосредоточено на исполнении. Говорят, хорошая музыка обладает чудодейственными, подчас целебными свойствами. Этот концерт можно назвать поистине спасительным, ведь все вырученные от него средства будут направлены на лечение солисты филармонии Натальи Карель. Сейчас она находится на операции в Израиле. На лечение необходима крупная сумма денег. Желающие оказать финансовую помощь могут перечислить средства, на счет которой вы видите на ваших экранах. Валерия Пуминова, Алексей Шершов, Панорама Севера.